Новые города могут появиться на карте Казахстана. Об этом сегодня говорили в правительстве. В какой части страны они расположены и что для этого нужно, расскажет Ринат Абдул-Каюмов. Список 18 сел, которые могут стать новыми городами, мы запросили у Министерства национальной экономики. Вот как он выглядит. Большая часть расположена на юге страны. Они находятся в Алма-Атинской, Жамбылской, Кызлардинской, Мангистауской и Туркестанской областях. В каждом проживает больше 30 тысяч человек. Присвоить им статус города можно по закону, который вступил в силу еще в 2021 году. В нем есть условия. К примеру, если в селе на протяжении трех лет проживает больше 10 тысяч человек, то областной маслехат имеет право придать им статус города районного значения. В настоящее время в областных акиматах рассматриваются обращения маслехатов. Но конкретного решения пока нет. Работа ведется. Всего сел, где проживает больше 10 тысяч человек, в стране 112. Но это не значит, что все сразу станут городами. Нужен ли селам такой статус, будут изучать акиматы, а решать вопрос сами жители. За последние 10 лет с картой нашей страны исчезли почти 600 аулов. Все из-за того, что в них проживали меньше 50 человек. По закону это неприемлемо. Сегодня в Казахстане 6256 сел. Это около 40% населения нашей страны. Для улучшения их жизни Министерство национальной экономики планирует увеличить сельский бюджет. Мы планируем передать некоторые виды дополнительных налогов и платежей. Это позволит увеличить доход четвертого уровня бюджета в 2,5 раза. Он составит 167 миллиардов тенге. Да, говорили на заседании и о проблемах. Премьер-министр заострил на них внимание и поручил решить. Школы и медицинские учреждения надо содержать и ремонтировать. Жители некоторых сел для получения медицинских и образовательных услуг вынуждены ездить в другие населенные пункты. Также имеются проблемы с качеством питьевой воды, дорог и стабильностью электроснабжения, мобильной связи и доступа к интернету. По этим вопросам поступают тысячи жалоб. В итоге идет отток сельского населения. Необходимо активизировать работу по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В особенности на приграничных территориях. Акиматом глава правительства поручил улучшить работу по привлечению бизнеса в развитие сел, а также решать вопрос с дефицитом кадров. Оказывать поддержку молодым специалистам, а еще все возникающие вопросы нужно решать оперативно. И с учетом мнения населения, заключил премьер-министр. Ринат Абдулкаюмов, Азамаджина Азбаев, Астана, Первый канал Евразия. Ринат Абдулка